Израиль Посещение солдат и их родственников в зоне военного конфликта строго запрещено. Коалиция рукопомощи получила доступ к посещению солдат от армии обороны Израиля. Люди со всего Израиля присоединились к этому замечательному проекту. Поддержав финансами, волонтеры и работники коалиции делают все возможное, чтобы каждый из солдат смог получить все необходимое для них и почувствовать нашу поддержку и заботу в их жизни. Почему вы решили помочь? Расскажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, мы живем в этой стране, мы ее любим и хотим помочь, чем мы можем. Как это не помочь своим солдатам? Мы обязательно даже не задумывались, когда нам сказали, что можно помочь, потому что они там воюют, они бедняки в очень тяжелых условиях. Ну, в общем-то, мы слышали и по радио, и по радио, и потом я по телевизору смотрю, аж ждут, аж келон, сдают такие посылки, и все что-то говорят, а как будто бы Тель-Авив, как будто бы только вот город, который спит. Да что же это такое? Ну, это просто нам обидно стало. И мы решили, что мы же что, мы не такие, что ли, как другие люди? И мы же прошли войну, мы знаем, что такое помощь солдатам. Поэтому мы решили собрать деньги для солдат, чтобы им помогать. Это наши общие дети. И мои, и их, не все это наши дети. Они жертвуют себя ради нас, ради нашей страны. Так что каждый солдат, каждый ребенок, каждому родителю дорого. Так что в том числе и я родитель. Мы знаем, что эти деньги пойдут для наших солдат, для наших детей, которые нас защищают. Когда начался сбор денег, и мы узнали об этом мероприятии, мы ни на секунду не задумываясь, включились в это мероприятие по сбору денег. Потому что у нас четверо внуков, и сегодня последняя внучка дослуживает два месяца в армии. Мне 86 лет, у меня лично никого нет, только друзья. И я, конечно, рада помочь, когда услышала, что собирают помощь ребятам, солдатам и всем. Я с удовольствием, я дала 130 шекелей, я дала 130, потом добавила 100. Наша одна живущая здесь Полина, она пришла и сообщила мне об этом, что об объявлении по РЭКа, и номер счета записала, и все, кому перечислить. И мы больше никого не спрашивая, собрались, обошли людей, как говорится, другие к нам сами приходили. Скажите, пожалуйста, вы раньше слышали о нашей коалиции? Да, конечно, мы слышали, мы бывали у вас. Поэтому у нас никаких сомнений не было в том, куда и зачем идут эти деньги. Очень приятно было осознать и увидеть, что все проживающие здесь у нас, без всякого раздумья, мгновенно включились в это мероприятие. Совершенно не было сомнений, я вчера услышала эту беседу по радио, я не знала, что это эта организация, пришла к ЦИЛИ, она сказала, как раз ты попала в точку, это тот адрес, куда мы деньги эти перешлем. Я поддерживаю рукав, помощь солдатам, нашим детям. Они наши спасители. Так что ради них мы готовы жертвовать и себя. Те деньги, которые мы собрали для воюющих наших солдат, то мы дополнительно собрали деньги для солдата, который проживает в Хадере и был убит в течение вот этих событий. И поэтому мы хотим передать эти деньги семье этого солдата, у которого остались трое детей, женой. И поэтому мы должны быть благодарны. Сколько осталось? Две с половиной тысячи. Мы отдаем этим детям. Дай Бог, чтобы они не знали, что такое война. Спасибо вам большое, Леонид Ра. Я хочу помочь нашим солдатам, которые защищают нашу родину. И очень тяжело им там. Я не успела у себя в Матнасе, так мне помогла Анечка, чтобы я сегодня пришла сюда и выполнила свой долг. Потому что я очень хотела, куда не знала, кому дать. Большое спасибо, что вы нам доверяете. Я вас уверяю, что коалиция рукопомощи Израилю использует эти средства только по назначению. Это попадет к солдатам. И мы им купим самое необходимое. Спасибо вам большое. Ну, желаю, чтобы скорее все кончилось. Нашим ребятам, детям нашим здоровья, благополучия. Привет всем. Коалиция рукопомощи – это ЛУП. Меня призвали на службу в армию. И сейчас я постоянно нахожусь здесь. Мне дали свободное время, и я решил поблагодарить вас всех, сказать огромное спасибо всем, кто за меня молится, расспрашивают обо мне через имейл и фейсбук. Спасибо за вашу поддержку и постоянные молитвы. Надеюсь, мы все вернемся вскоре. Вы знаете, что сейчас нелегкое время для Израиля. Ракетные обстрелы со стороны газы не прекращаются. Возможно, вы слышали по новостям, более тысячи ракет были выпущены из газы в сторону Израиля в течение 7-8 дней. Атаки не прекращаются. Мы начали наземную операцию, чтобы остановить эту угрозу. Поэтому продолжайте молиться. Есть десятки верующих солдат, которые находятся как на территории газы, так и охраняют Израиль и его границах. Солдаты готовы до конца стоять за Израиль, и, конечно, им нужна ваша молитвенная поддержка. Мы благословлены работой коалиции рукопомощи, которая доставляет солдатам, находящимся в газе, необходимые вещи. Носки, полотенца, шампуни, лампы, шлемы. Спасибо всем нашим спонсорам, партнерам, которые в кратчайший срок организовали масштабную работу. В Тель-Авиве находится суши-бар, и они через коалицию рукопомощи доставляют солдатам суши. Сейчас готовят особую доставку солдатам, которые работают с железным куполом. Все это очень воодушевляет нас. Хочу поблагодарить всех. Анджи, Бажену, Мегги, Себастина, Риту, Авраама. Благословения вам из Израиля. Шалом!